Как попасть к Мышинным Норам через пляж поселка Огой? Нам нужно дойти с основного пляжа, вот до этой скалы. После того, как мы приходим в конец пляжа, нам нужно пройти через территорию санатория на другой маленький пляж. В общем, там, где находятся те скалы, которые я показывала. И там колючая проволока, может быть, не знаю. В общем, есть дорога в обход речки. То есть обходим речку по пляжу. Сейчас все посмотрите вместе со мной. Я иду туда второй раз. К Мышинным Норам я еще не доходила, не проходила. Попробую пройти по низу. Если не получится, то пойду по верху. Вроде бы как они находятся недалеко, но узнаю. То есть идем по тропинке вперед, до поворота. В 2023 году здесь вот такие ларьки. Какой-то комплекс бытовых услуг. И нам надо пройти здесь. Рядышком. Вот. Тут начинаются типа санатории или дома отдыха какие-то. В общем, идем прямо. И нам нужна территория вот этого. Не знаю, что это санаторий. Или дома отдыха, в общем, его назвать. Здесь все открыто. Потому что проблем с этим никаких нет. Кстати, спрашивала, сколько здесь стоит снять номер. Сейчас сентябрь. Сказали, что 3000. То ли с человека, то ли за номер. Значит, эти первая линия. Ну, так. Не знаю, я не очень такого отдыха люблю. Когда сидишь в своем номере, тебе не с кем особо пообщаться. Кроме тех, с кем ты приехал. Кошечка. В общем, доходим до моря. И поворачиваем на право. Вот если у меня право-лево, то одно и то же. Поэтому такие сложности возникают. Все. По тропинкам, по дорожкам подходим к скалам. Кстати, по пути уже начинаются скалы. Они с такими выступами, да, которые как книжечкой сложены. Вот. Тоже интересно посмотреть. Сейчас покажу, где дорожка по верху, где проще забраться. То есть, вот, видно, да? То есть, вот здесь можно легко забраться наверх. И там есть тропинки. Вчера тут я была, но я далеко не ходила, потому что уже было поздно. Мы вчера были первый день в Игое. Сегодня второй день. Вот. Кстати, конец сентября, сегодня, по-моему, 30-е число. Очень тепло. Вода теплая. Вообще, на улице жара. Не смотрела, сколько градусов. Мне кажется, 25 точно есть. Может быть, 26 все. Мы с утра мы купались. Вообще, вода нормальная. И вот тут вот залазим, идем по дорожке. сюда маленько вперед проходим. Возле дерева тоже есть дорожка, туда лезть не надо. Маленько вперед проходим, и все видно. Так, ну попробуем все спройти пониже. Дошла до края скалы. Я пойду по воде. Не буду вода тепленькая, хорошая. И мы уже попадаем на красивые виды сразу. Вот, можно вот здесь, говорят, залезть наверх тоже. Ну, там, блин, там удобнее. Здесь все-таки придется полазить как-то страшновато. Вот. Ну, по такой штуке здесь пахнет. водорослью. В воде, наверное, скользко, я так думаю. Чуть поаккуратнее надо ходить. Вот. Люди там купаются. Лучше попробую сейчас. Нам надо обогнуть вот эту скалу. В воде, я читала, что там где-то по колено воды. Даже выше, может быть. Вот. Вчера тут я видела рыбок. Ну, да, вот здесь какие-то рыбки, может быть, крабики, что-то такое будет. Быстро здесь не походишь. Сейчас. Ай, в общем, стою я вот здесь. У меня уже по колено. Там камни, такая небольшая буфточка впереди. Вот. Здесь акваланги не спокойно проплывают. В принципе, но это надо где-то оставить вещи. так. И, в общем, вот я иду. Вода здесь чистая. Несмотря на то, что водоросли, вода просто чистая, красивая. Вот. Эти же выступы такие скальные продолжаются в воде, если видно. Вода просто вообще чистейшая, на самом деле. Красивая. так. В общем, я иду. Ну, мне реально чуть больше, чем по колено. За меня зацепилось водоросли. Ой, так, лучше я возьму за скалу, потому что мне еще не хватало телефона утопить. В общем, все, мы идем. Вон позади у нас красивые виды. Так. дай пофиг, буду мать эти шорты, мать его телефон, чтоб цел был. О! Наверное, это самое глубокое место. Сейчас иду, надеюсь на это. Так. Хочется все заснять, но... Блин. Не хочу убирать телефон. Самое тешкейливое, в общем, кто может... Так. Куда-то выбралась. Девочки, залезайте на скалу. Ага. А когда вы пройдете на скалу, залезайте. Ой. Все, мне сказали, лезь на скалу. Я поеду на скалу. Спасибо. Ну, все. Короче, видимо, здесь глубоко такие виды. Все классно. Мне нравится. Офигенно прям. И прям реально голубая, какие-то голубые цвета присутствуют в воде. Зеленые. Так. 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 Все. Вперед по скалам. Это мы уже проходили, когда я была в Топсе. Вот здесь вот такая красота начинается нереальная. Так. Там кому интересно, ходила от Топсе до Скалу и Киселева там тоже. И вот по таким выступам прыгала. В том году я, правда, прыгала как сайгат, наверное, уже маленько побылся на юге. Набираешься ловкости, когда не первый раз где-то лазишь. А когда целый год сидел дома, хотя лазила, чуть-чуть. В другом месте лазила. Так. Сейчас я покажу какие-то красивые виды. Просто. Не, ну это очень красиво. На самом деле очень необычно, очень красиво. Так. Уже скажу, что вот есть Скалая Киселева, вот это известная всем Скала. Здесь ничем не хуже. В какой-то степени может быть даже и поинтереснее. Так. Вот они заводи. Вот они тут не знаю, что это. Типа, но это не коралловые. Это морская капуста, может быть. Кто знает, скажите. Так. Все, мы идем вперед. Так, смело идем вперед. Вот, в общем, эти скалы-скалы, эти выступы-выступы. Все, я рада, что у меня получилось пройти по низу, что поверху все-таки там тропинки, лес, хочется по берегу моря. покажу очередной пейзаж. вот, еще очередной пейзаж. Интересное место, очень красивое. От крови-ка какая-то часть раздобленная. Так, 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 вот, шкурки от крабиков. крабики здесь водят, все эти, видимо, застряли и мы шли прилив, отлив, как там у них все это дело расходит. Красивее. В эту сторону тоже вот эта штучка какая-то. Блин, тут можно просто лазить, сплошное удовольствие будет. спокойненько пройтись. Может быть, даже не держать руки телефон, как я, еще будет лучше. Тут уже и ходить попроще. Вот, потому что такие вот есть пологие дорожки, так скажем. вот. Вот эта вот штучка интересная такая. Поближе подойдут. Смотрите, какие-то животные, или они, да, слушайте, они похожи на окаменевших. Да? Что-то окаменело на камне. Ого! Смотрите. Так, сейчас я... Просто окаменелый какой-то триловит, вот он пошел. как будто бы или что-то. Я не знаю, что это такое. Вот. Возможно. Возможно. Так. Возможно, тут и есть машины, но я даже не посмотрела, как это выглядит. Просто посмотрела, но живописные виды, достопримечательности, которые находятся возле Огоя. Так. И вот это такая штучка. Просто заходим. здесь внутри спрятана. Интересно. Как будто пещером камень выпадывает просто. можно даже испытать это с какой-то, ну, мелкой такой мегалитической кладкой. Может быть, мегалитические кладки так и делали. там сам камень трескается. Вот. Красиво все. Просто между ними трещины. Так. И все. Даже можно быстро идти. Так. Интересно, местом я вас проведу. Вот. Можете поставить на ускоренное. Хотя, скорее всего, на ускоренное не буду и заливать. Видели? Вот. Ой, тут скользко. Так, здесь скользко. Вот здесь посушено. Видно, скользко. Вот, разбежалось. О, блин. Не пробежишь тут. Чувствуете, по-медлению. Я просто кладбище вот этих вот штучек, которые я перед этим показывала. Такие виды. Ну, даже просто стоят вот этих, ну, прогулки такой здесь пройтись. Посмотреть на красоту. В теплый день почему бы нет. Даже, может быть, не очень теплый. Рыбки. Станка рыбок. Сплава, сплава. Так. По-сухому. Что-то, может, правильное место. Так, так, так. Так, так. Ну, с аквалангами. Ну, с аквалангами, конечно, здесь на этих рифах, наверное, много живности, всякого интересного. Вот. Так. вот эти виды. Вот эти виды. Вот опять с какими-то выступами, с какими-то камнями, с какими-то странными выступами, непонятными. все. Обходим с вами вот эти скалы. там уже берег, пляж. А не подскажете какие-то мышинные норы? Это что и где? Где-то там. Знаете? Какая-то достопримечательность на картах. ой, не на картах, а это пишут. Угу, конечно. Так, ну вот. Попались с вами на скалы, на берег. Все. Красивый берег. Серьезно, очень просто. Ну-ка-ка. Будет видно, нет? Ну, в общем, туда можно зайти и вот так пройти даже. Сколько-то. Что-то, как подземление. Вот эти слони. Ну, конечно, страшновато, я не рискую туда пойти, но можно. По-моему, еще раз начаться. Так, что у нас там? Тут у нас какая-то тоже класса. Желтый камень, вон опять, получается, как мегалиты. Слушайте, вот по таким местам можно вверх пройти. Я тоже думаю, там будет красиво. Вот. Ручьев, правда, уже нет. Ну, идти здесь нормально уже все. Здесь спокойно можно идти. А вон, наверное, скала Киселева. Круглые разные. Так, ладно. А? А? Вы, турец, внимательно наблюдаете за скалами. Ну, смотрю, да, а что такое мышиные норы? Где они находятся? Вам показать ну да, они здесь или где-то дальше? Да, они дальше. Называется вот этот участок. Вот, видите, там палатки стоят? Ага. находятся люди. Ага. Вот этот край, который вот так вот, ребром стоит, это называется машинная нора. Понятно. А скала Киселева-то вон торчит, Да. Скала Киселева-то нужно идти дальше. Еще дальше вот так обойти. Да, вот такая вот, вот такая вот, ровная вот такая. Видите, стоит к вам? Да, она большая. Это скала Киселева-ска. Потому что там дальше выступ какой-то на нее похожий. Если вы дальше пойдете, то вы просто можете прийти к конечным. В Туапсе. Я ходила, ну не до сюда, до скалы Киселева, а вот отсюда. И там, перед скалой Киселевой, чтобы подняться наверх, будет веревка там, потому что крутой склон, ну, просто руками поддерживаться. Поднимитесь наверх, хорошая смотровая площадка. Ну, спасибо. Так. Ну, место, место классное. Весь берег, наверное, снимать не буду. Так я вам покажу, да, то, что есть. Все, просто я сейчас иду вперед. Будет какое-то интересное местечко, я, конечно же, включу камеру. Так, вот ящерица. Ай, ги. Вот. Камень. Интересный камень. Есть небольшой участок, вот такими, с крупными камнями. Не очень удобный, но вполне можно его пройти. Думаю, здесь не нужна какая-то особая физическая подготовка, просто, ну, можно идти помедленнее, и все. На берегу такие большие валуны, кто любит всякие такие местечки. Надо наблюдать за живностью. Здесь, во-первых, водоросли намного меньше, чем вот в тех рифах, да, которые были первыми. Запаха нету этого, но надо найти место, где вода поменьше бьет в край, в принципе, где можно найти рачков. вот они, кстати, крабики здесь, просто по крабикам. Я стала приближаться, они все ползут под свой камень, вот здесь. Ой, прямо стая. Смотрите, раз, блин, они все разбежались. прям стая большая. Блин, похоже, здесь нудистский пляж. Не знаю, надеюсь, ничего не попало в кадр. Ну, больше не хочу вырезать. вот такие здесь большие камни. Камни в воде. Камни у воды. Ну, видимо, все-таки скалы здесь, вот эти же скалы самые, как там, видимо, они все-таки обгалились и здесь. Так что, езжайте смотреть, пока остальные скалы стоят. Череп инопланетянина. Правда, похоже, да? В общем, вот это вот, такой, наверное, самый сложный участок к прохождению. Ну, не считая, здесь есть все большие камни, где, ну, тяжелее идти намного. Так, я попробовала пойти по воде. Может быть, думаю, полегче будет идти по воде, но здесь есть вот скользкие камни, а есть нормальные камни. Ну, в принципе, по воде идти даже легче. Вот. Ну, все. сложный участок я прошла. И снова начинаются те же скалы, но они в высоту меньше, поэтому не столь интересные уже после тех. Вот. Ну, тоже место красивое. Ну, и, кстати, ходить здесь, в принципе, не страшно. Здесь люди есть. Вот. Их не так много, но это конец сентября, а если как бы идти здесь вообще летом, я думаю, вообще, ну, можно не переживать за свою безопасность. Такое, как бы, в связи с тем, что на вас кто-то может напасть. Так, ну, все, я прошла вот этот берег. Слушайте, наверное, больше. Ну, тут и этот, или как, конечно, поняла. Ладно. Ну, здесь уже места, где люди летом отдыхали, делали какие-то палатки, остались. Вот такой берег из рифов. Из этих, знаю, как называть, буду называть рифами. Вот. В общем, впереди вот уже вижу палатки, поэтому чуть-чуть осталось обогнуть, и все. Ой, господи, палка. Ну, в общем, на мой взгляд, тут сланцы, если они, ну, должны быть либо надежными, потому что легко будет вырвать ремешок здесь, если ходить. Либо кроссовки должны быть. Ну, тут вообще тише гладь. Прям, ну, просто вода не шевелится. Просто спокойно стоит. Прямо штиль, полный штиль, я бы сказала. Ну, когда подходишь, все рыбки, все разбегается. Тут надо сидеть и караулить. Так, ну, сейчас, значит, дальше тоже включусь. Чайка. Кстати, она не одна. Вон, еще полетела, только что взлетела. Там, впереди сидит, вот, белое пятно, это чайка. Не знаю, насколько они меня подпустят близко. Близко. Надо осталось, вот она самая смелая не выдержала. Так, ну вот, спуск, канат. Примерно, чтобы как раз протести к столике селега, точно не знаю. Вот, если точно узнать, то, что да или нет, и, возможно, с вами по нему пойдем. Так, что здесь, что-то же, поматочки. Чьи-то кто-то здесь живет. А, там еще говорили про какую-то ванну, но я не знаю, короче, точно ничего не знаю, сами сейчас все узнаю. Смотрите, какой красивый гротный грот. Так, почему у меня там...